Благодаря тому, что за последние 2 года сюда, в Аргентину, приехало очень много русскоязычных мигрантов, здесь сейчас, в центре Буэнос-Айрса, проходит русскоязычная ярмарка. Здесь такие магазинчики, да. Вот здесь доска объявлений, где все написано на русском языке, ну, с испанским, соответственно. И здесь можно купить разную еду. Ну, в общем, в основном все то, почему обычно ты скучаешь в эмиграции. То есть можно купить сырники, какой-нибудь квас, чай. И, в общем, то, почему ты обычно скучаешь, и можно покушать, пообщаться с людьми. И несмотря на то, что здесь, в Аргентине, русскоязычных больше всего, это одна из самых, одной из самых больших комьюнити в Латинской Америке вообще, здесь люди все друг друга знают, постоянно встречаешь знакомых, люди встречают тоже своих знакомых, общаются. В общем, это становится таким центром притяжения. Вот, например, чувак позади меня учит заваривать мате. Я тебе просто говорю, что я повешиваю легкую, я скажу, как это делать. В этой части более молодежная зона, и сейчас позади меня чуваки вешают диско-шар на дерево. Наверное, здесь будет довольно забавно, когда чуть-чуть стемнеет, и начнется тусовка, он будет сверкать так вокруг, блестеть. Ярмарка проходит на территории старого железнодорожного депо. Вот здесь можно посмотреть. Позади меня стоит ангар. Здесь раньше поезда загоняли, и здесь есть даже рельсы. И все это вместе создает такой постапокалиптический вайб. Самые выжившие, которые остались, которые тусуются теперь на обломках цивилизации. Пришел сыграть в лотерею, она же беспроигрышная. И мгновенная. И мгновенная беспроигрышная лотерея. Сейчас буду проигрывать деньги, не делайте так, как я. А то можно подсесть. Пожалуйста. Подсесть, ну вот и все. Только давай внимательно. Как внимательно я тебе? Ну, удачи. Так, смотри. Экологический набор косметики. Короче, их выменяемся. Класс. Короче, я выиграл набор косметики. Карина забирает набор, который она... То есть я выиграл. Вот. Я заказал себе пельмешек. Не ел пельмени года два. Сейчас их там варят. И буду хавать. Посмотрим, какой будет вкус. В общем, очень интересно. Я реально соскучился по пельменям. Вкусно. Я даже не ожидал, что будет. Посмотрите, какие ребята играют. Короче, все началось. Они начали разрывать. Ну, как разрывать? Пока еще не начали. Пока просто начали. На расслабоне играют. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь прикольно оказаться, потому что ты выходишь из Аргентины и оказываешься где-то в месте, где все говорят на русском языке. И все понимают культуру. То есть ты выходишь из другой культуры и оказываешься в своей как будто бы культуре, где все понимают все культурные коды и едят похожую еду. Небольшое возвращение на родину. Тебя окружают люди, которые говорят на твоем родном языке. А когда очень много путешествуешь или когда ты вдали от дома, ты от этого отвыкаешь. И это становится какой-то такой привилегией, что ли сказать.